Дождались. Наконец-то юные акулы-пера и мастера объективов смогли показать свои таланты в полную силу и посоревноваться, кто же больше других преуспел в своих умениях. Впервые ли ребят прошел конкурс молодежной журналистики, и мы вот-вот узнаем имена победителей. Рисовали, пели, танцевали, покоряли грации в художественной гимнастике. В каких только конкурсах не участвовала молодежь из Щелковского округа. А что же насчет журналистики? Профессия для ребят сейчас привлекательная, и многим хочется с чего-то начать. Теперь не проблема. В конце прошлого года 50 молодых людей в возрасте от 14 до 30 подали заявки на участие в первом конкурсе молодежной журналистики «Медиастарт». Пусть они сами, своими ногами, с детства и до взрослой жизни пройдут и посмотрят, как эта профессия дается, легко или трудно. Где в ней истинные ценности, а где в ней иногда ложная скромность. Ведь журналист, он дает не только оценку событиям, он еще и дает оценку каждому человеку. И главное, не ошибиться в этой оценке. Блеснуть уже кое-какими накопленными знаниями, а кому-то раскрыть талант впервые. Не это ли отличный старт в мире медиа? Поле для творчества организаторы конкурса тоже предоставили. Можно было поучаствовать сразу в нескольких номинациях. Видеоработа, фоторабота, печатная публикация. А также получить приз зрительских симпатий на основе голосования в сети. Все работы выложили в специальной группе, где каждый желающий смог оценить талант ребят. К победителям же требования более строгие, которые уже выдвинуло профессиональное жюри. В нем не только журналисты, но и работники, учреждения культуры и образования, представители администрации. Очень важно молодым людям, конечно же, попробовать себя в этой очень нужной профессии. И, конечно же, это дает им шанс, безусловно, шанс на предмет того, чтобы поступать в высшую учебную заведение по этому направлению. Может быть, работать в телерадиокомпании «Щелком», может быть, и на федеральных каналах. Организаторы предложили ребятам на выбор несколько тем. Тут уж кому что ближе. Рассказывать об исторических достопримечательностях, о выдающихся местных жителях или раскрыть то, чем особенно увлекаются сами конкурсанты. У кого это вышло лучше всего? Первое место за репортаж, посвященный Дню учителя в номинации «Видеоработа» завоевала Дарья Рожакова. Серия статей Дарьи Петровской о столетии службы Щелковского уголовного розыска была оценена выше всех в номинации «Печатная публикация». А солнечные фотографии Дарьи Савичевой принесли ей высшую награду в номинации «Фоторабота». Жюри также не смогло пройти мимо работы самой юной начинающей журналистки – 13-летней Анны Синалицыной, моя учительница. Несмотря на возраст, девочка в конкурс попала и получила награду от Союза журналистов Подмосковья в номинации «Дебют». И так уж нам понравилось, как Аня берет интервью, что мы решили. А пусть юная журналистка еще раз покажет свое мастерство. Ты победила в номинации «Видеоработа». И собираешься ли ты дальше продолжать работать в сфере журналистики? И какие цели ты ставишь на будущее? Да, здравствуйте. Я победитель этого конкурса. И дальше в будущем я планирую стать журналисткой. Для этого я очень много стараюсь, пытаюсь как-то развиваться в этой сфере. В какой момент ты начала заниматься съемкой и фотографией? Съемкой я начала заниматься относительно недавно, ну, с 2015 года именно профессионально. Не знаю, когда я фотографирую, я хочу запечатлеть такие тонкости, которые обычно нельзя заметить. Даша, вы написали отличную, достойную работу. И не могли бы вы... Что вы пожелаете начинающим журналистам? И, может быть, дадите какое-то напутствие? Во-первых, хочу сказать, что было очень много достойных работ, представленных на конкурсе. И хочется, чтобы и на следующий год тоже люди смело пробовали свои силы, не боялись. Я думаю, что одно из главных качеств журналиста – это смелость. Конечно, каждый получил диплом участника конкурса. Выделили понравившиеся работы представители Союза журналистов Подмосковья и Щелковского историка Краеведческого музея. Все вместе убедились – старт в мире медиа выдался еще каким успешным. Теперь ждем следующего года. Ведь такой конкурс обязательно должен стать регулярным. Наталья Медведева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».